Шалам, дорогие друзья! Для многих христиан Танах, или как его еще называют, Ветхий Завет, не является актуальным на сегодняшний день. И как во многих Библиях существует белая страница, разделяющая два завета, Ветхий и Новый, такое же разделение существует в их жизнях. Такие люди зачастую теряют всю полноту Божьего Слова, недооценивая то Писание, то Слово и те события, которые происходили в древности. И то, о чем сегодня мы с вами поговорим, это о прообразах Мессии в Торе. Мы знаем, что Мессия у него — это определенная Личность, но также, кроме Личности, у него есть определенная роль и предназначение, то, что он должен был исполнить. И когда мы смотрим и изучаем Тору и сравниваем это с Новым Заветом, то мы можем увидеть сильную связь между этими двумя Заветами. Мы можем понять намного глубже, что Ишуа, наш Мессия, сделал для нас. И я хочу, чтобы мы рассмотрели с вами несколько таких образов. В первую очередь важно сказать, что все события, которые происходили для тех людей, которых переживали определенные события, разные ритуальные жертвы, поклонения, которые были, праздники, которые они праздновали, все это описывало и показывало на роль Мессии или на его характер. Но в то время люди не могли это понять. И мы понимаем это только, когда смотрим назад. Дам вам небольшой пример. В Бытие мы читаем, что Бог сначала не посылал дождь на землю, и все орошалось водою. И вот в какое-то время он приходит к Ною и говорит ему, «Построй себе ковчег, потому что земля грешит, люди грешат, земля наполнилась злодеяниями, и я уничтожу ее, я пошлю потоп на землю». Он говорит, «Произойдет большой потоп, пойдет дождь». Но многие люди не верили Ною, когда он об этом им говорил. Почему так происходило? Почему они не принимали его всерьез? Все эти долгие годы, когда он строил ковчег, никто к нему не прислушивался, все считали его сумасшедшим. А все просто из-за того, что никто не знал, что такое дождь. Никто его никогда не видел, никто его никогда не ощущал на себе. Люди не могли понять, что это. Они даже не знали такого понимания, такого слова, как дождь. Поэтому это, может быть, была одна из причин, почему никто ему и не поверил, кроме его семьи. И вот когда Бог послал этот потоп, когда отверзлась и земля снизу, и облака, небо, и излился дождь, излился потоп, то тогда люди начали понимать, что это. И то же самое происходит со многими событиями, которые происходили во время Авраама, во время Моше. Все те жертвы, которые приносились, жизнь определенных людей, их характер, все это напоминало Мессию, напоминало то, что Он должен сделать. И только мы сегодня, когда смотрим назад и сравниваем это, мы можем увидеть действительно вот эту вот связь и понять, что же Бог хотел нам тогда сказать. Итак, мы знаем, что в Торе есть очень много различных образов. И как я уже сказал, это могут быть люди. Вы знаете таких людей, как Иосиф, как Моше, как сам царь Давид. Это все они являлись прообразами Мессии, по своему характеру, по своим поступкам, то, что они сделали или то, что они переживали в своей жизни. Но кроме людей, прообразами также являются определенные события. События, которые связаны с различными жертвами и многое другое. И сегодня я хочу, чтобы мы поговорили о недельной главе, которая называется «Хука», потому что именно в ней есть очень сильный, или можно сказать, сильнейший прообраз Ишуа Мессии. И чтобы увидеть его, мы начнем с вами читать с самого начала этой недельной главы, которая записана в книге числа 19 глава. Поэтому вы можете открыть свои писания, свои Библии, и мы вместе с вами будем разбирать. В самых первых стихов здесь написано, в 19 главе, что «Господь сказал Моисею и Арону, вот правило, предписанное Господом». На иврите это звучит «вот хукат атора», то есть закон или устав Торы. Вначале всего я хочу, чтобы мы немножко поговорили о самой Торе. Что это такое? Я знаю, что многие из вас смотрят наши передачи, и в одной из передач, которую вел Али Гольдберг, которая называется, если я не ошибаюсь, «Тора, поговори со мною», то он рассказывал, что такое Тора, говорил о пяти книг Моисея. Но я хочу немножко поговорить об этом и посмотреть на Тору с другого угла, с другого контекста. Если вы посмотрите во второзаконии, в 6 главе, в 20 стихе, там написано, какие заповеди даровал Бог, из чего именно они состоят. И вся Тора, она в основном состоит из различных заповедей, которые делятся на три категории. Кроме заповедей, естественно, есть все жертвоприношения, как они приносятся, какие жертвы приносятся. Тора также в себя включает благословение и проклятие. Благословение за послушание и проклятие за непослушание тех же самых заповедей. Важно понимать, что все жертвоприношения, они являются частью самой Торы. Поэтому многие заповеди, которые Господь даровал, и даже если их было очень тяжело исполнить, и человек не мог их исполнить, он где-то падал, то принося определенную жертву, он балансировал свой статус и тем самым возвращался на свое место. То есть жертвы на тот момент, они очищали его и вводили его в то же состояние, с которого он начинал. Поэтому давайте мы рассмотрим, что же такое на самом деле Тора, из каких заповедей она состояла. И Тору, согласно Второзаконию 6 главы 20 стих, можно поделить на три вида. На иврите они звучат таким образом. Это Хуким, Эдут и Мешпатим. Хуким переводится как Уставы. Что же это такое? Что такое Уставы в том понимании, в котором Господь их заповедовал? Уставы — это заповеди, которые не поддаются нашему логическому объяснению. Это что-то, что мы не можем объяснить, почему Господь вообще это заповедовал. Это что-то, что нерациональное, нелогичное. И только из-за того, что Бог заповедовал определенную заповедь, мы это исполняем. Если бы Бог не дал никакого повеления о этих Уставах, то человек, скорее всего, это бы и не делал. То есть к Хуким относятся различные Уставы по отношению рыжей телец. Это про то, что мы будем с вами учить. О разных жертвах, которые использовались в очищении прокаженного. Например, также, что нельзя есть свинину. Это что-то, что не очень понятно, почему Господь дает. Это все относится к Уставам. Следующий вид заповеди. Это называется, как я уже сказал на иврите, идут. И переводится как постановление. Это те заповеди, которые логичные, которые понятные. Они в основном связаны с определенными событиями, которые происходили в прошлом, происходили с нашими отцами, происходили с нашим народом. И человек, Бог заповедует человеку исполнять их, чтобы помнить то, что было. Если бы Господь не заповедовал бы, несмотря на то, что они логичные, человек бы не соблюдал их. Это, например, относится к Шабату. То есть мы все соблюдаем Шабат, или многие соблюдают Шабат, потому что мы помним, что Господь в шесть дней создал небо и землю, а в день седьмой покоился. И Шабат является седьмым днем творения и говорит нам о том, что нужно отдыхать. Бог заповедовал нам, чтобы мы отдыхали. Но мы знаем, что многие народы все эти годы, даже до сегодняшнего дня, на протяжении тысяч лет, они работали по семь дней в неделю. Никто не знал, что им нужен отдых. И благодаря только заповеди, которую даровал Господь, человек начал соблюдать. Хотя это что-то, что очень понятно, что нужно отдыхать. Это все относится к подразделению идут или постановления. И следующий, третий вид — это мишпатим, что переводится как законы. Это все, что связано действительно к тем законам, которые относятся между человеком и человеком, между человеком и Богом. Это те заповеди, которые человек отлично понимает. Это что-то, что ему близко. И что даже если бы Господь их не заповедовал бы, человек, скорее всего, все равно бы их соблюдал. Это как относиться к своему ближнему, что если ты увидел у врага твоего, что он что-то потерял или упал, или что ему нужна помощь, Библия говорит, подойди и помоги ему, не бери чужого. Вот это вот все вещи, которые на сегодняшний день рассматриваются в суде, поведение различных людей, это относится к виду мишпатим. И вот так это три вида заповеди. Уставы, постановления и законы. И как я уже сказал, все вот это вот, оно составляет Тору вместе с благословениями, с проклятиями и с различными видоприношениями, которые производились. Но также можно посмотреть на Тору еще с одной стороны, которая именно для нас важна. Мы с вами рассмотрим корень слова Торы. И этот корень, он состоит из трех букв. Юд, Рейш и Гей. Юд, Рейш и Гей. Это корень, из которого состоит слово Торы. И у него есть два значения. Первое из этого значения, это значит обучение. Учение. И отсюда же происходит на иврите слово Море. Море это значит учить. Очень похоже. Тора, Море. Видно небольшая связь даже по звуку. Это значит обучение. Многие из нас, почти все, когда дети их начинают подрастать, мы их ведем в садик, потом ведем в школу. Что мы хотим от учителя? Мы хотим, чтобы учитель, он передавал знания, чтобы он обучал наших детей, как правильно мыслить. Мы сами, многие, как родители, ходим в различные учебные заведения, чтобы учиться набирать мудрости. Набираться не только мудрости, но и знания. Все это происходит от этого корня Юд, Рейш, Гей. Отсюда же на иврите происходит другое слово, которое звучит как Оре, что значит родитель. На русском нет никакой связи, но на иврите эта связь очень хорошо прослеживается. Отсюда мы также можем понять, в чем предназначение родителей, потому что это видно из этого корня. Родитель — это тот, который наставляет своего ребенка на путь. Он учит его моральным каким-то навыкам. Он говорит ему, объясняет, что хорошо, что плохо. Родитель может наказать, родитель может поставить определенные границы, что-то разрешить, а что-то позволить. Родитель может благословить своего ребенка, подарить его подарками, но также может и что-то запретить. И все вот это относится к слову Оре, что значит родитель, который также происходит из корня Юд, Рейш, Гей. И хочу заметить, что многие из родителей допускают огромную ошибку, что свою должность, свое предназначение они просто сбрасывают на учителей. Они думают, что учитель может их заменить во всех их должностях, что учитель будет наставлять их ребенка, будет говорить, что хорошо и что плохо. Если вы послушаете и узнаете немножко о статистику, как родители общаются со своими детьми, то вы увидите, что на самом деле родитель очень-очень мало времени проводит со своим ребенком. И здесь не говорится о часах, а на самом деле все сводится к минутам. И это очень грустно. Мы многие из нас думаем, что учителя в школах или в шабатних школах или в воскресных школах могут заменить нас, родителей, тех, которые должны своим примером показывать и наставлять детей, передавать им свою веру. Поэтому хочу сказать, не допускайте такой ошибки, потому что Бог спросит, с каждого из нас, с каждого родителя, Он спросит, что ты сделал, что ты сделал с тем ребенком, которого я тебе даровал, потому что это твоя обязанность, это твоя должность. Второе значение корня юд, рейш, гей, это значит стрелять. Стрелять в цель при помощи пули или, можно сказать, стрелы и лука. Но это не просто стрелять, это попадать в самое яблочко, это попадать в самую точку. Корень стрелять. Почему нам это важно, мы сейчас увидим. Также из этого же корня, из этого же значения происходит слово указательный палец, Эцба-мура. Указательный палец на русском, он также дает такое же определение. Что этот палец делает? Мы иногда им показываем определенную цель, показываем или указываем, что пойди туда, принеси то-то или то-то. Это направление, это определенная цель, в которой человек должен двигаться. Этим же пальцем мы иногда можем кому-то пригрозить и сказать, ну-ну-ну, не делай так, не поступай так. Где-то сделать ну-ну-ну нашим детям, а может даже иногда и взрослым. И вот когда мы собираем вместе значение вот этого корня, то мы можем намного глубже понять, что же значит слово Тора. И объединяя это все вместе, мы можем сделать вывод, что Тора это Божье указание, которое показывает нам определенный путь, определенную дорогу, правильный путь, правильную дорогу к определенной цели. Это то, что ведет нас, обучает нас и направляет нас к цели, которую избрал для нас Господь. Хочу, кстати, заметить, что слово Хэт, Хэт, что значит грех, оно происходит от слова Ляхти, это значит промазать, не попасть в цель. Очень часто мы думаем, что грех, это когда мы сделали что-то плохое, но исходя из смысла слова Тора или предназначения, которое Господь показывает нам, то грех, это не всегда что-то плохое. Иногда это может быть даже что-то нормальное и вполне приемлемое для многих людей, но когда ты отклоняешься от Божьей цели, когда ты отклоняешься от того курса, на который Он тебя ведет, когда Он тебя направляет, говоря через Писание, через свое слово, через сны, через многое другое, когда ты отклоняешься от этой цели, то ты просто грешишь. Исайя сказал, что все мы совратились, каждый повернулись на свой путь. Что это значит? Это значит, мы отклонились от той цели, которую поставил для нас Господь. И через слово Тора, через это значение мы можем также понять и увидеть, что Тора и грех, это две вещи, которые очень связаны между собой. Когда ты отклоняешься от цели, то ты грешишь. И я думаю, что на сегодняшний первый урок мы с вами закончим, и потом мы начнем дальше разбирать именно конкретно, что написано в этой недельной главе, которая называется «Хука». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv Продолжение следует...